ну что ребят мы почти два месяца уже в байресе и я ни разу не стрикся здесь и атака брос но найти хороший барбершоп я не мог но постоянно что-то не получалось я уже даже когда дальше мне сказала иди постригись игру нет даша не мое я пробовал много раз меня не получилось это не мое конечно смеялись но сегодня мы пошли делать дела наши и по пути нашли барбершоп зашли и буквально за наверно за полчаса и каких-то три с половиной тысячи песо это примерно 350 рублей вот меня неймар постриг вообще один в один так что вот все снова на стиле свеженький все хорошо сегодня у нас необычный вечер сегодня нас гоша люба баня и аня позвали на ужин они давно забронировали стол в каком-то мясном ресторане поэтому сегодня пойдем пробовать вкусное мясо где жопать гамарчоég привет а ни Очень модный ресторан, который входит в топ-50 лучших ресторанов в Латинской Америке. А, всей Латинской Америке? В всей Латинской Америке, не Аргентина, да, а всей Латинской Америке. Он входит в топ-50, это список известных ресторанов. Через несколько дней после нашего посещения, это заведение удостоилось внимания самого авторитетного ресторанного эксперта. Гид Мишлен, хоть и не наградил ресторан звездой, но отметил, как рекомендованный к посещению. Ссылку прикрепляю под видео. Ребят, чудесный вечер, ура! Ура! Поздравляем нас с радостью. Офигенно! Столько блюд разных, очень красивые, очень интересные сочетания вкусов. Потрясающее место, очень хорошо. Барашка мы уже прикончили, он тут был с зеленью, с нутом. Он прям вот розовенький, прям сырой почти, вот в серединке. Очень вкусно. Ребят, эта вся огромная очередь стоит в этом маленькое-маленькое заведение. Вот фантастика. Вот это я считаю, мы прям удачно зашли. Но было очень вкусно. Было просто потрясающе. И сервис, и еда, и антураж, интерьеры, экстерьеры, прям уровень. Мы сегодня решили прогуляться в центре. Вообще сегодня будет футбол. Играет сборная Аргентины против Уругвая. И мы хотим погулять по городу, посмотреть, может быть, какие-нибудь мероприятия, связанные с этим будут. Поэтому начали прогулку от президентского дворца. Ничего не понятно, но очень красиво сказано. Посмотрите, какие тут выстроили самодельные хибарки, прям возле президентского дворца. Прям вот палеты натаскали и поставили. Зачем это надо? А здесь вот тоже куча народу. Чего-то стоят. Музыка не играет. Ничего не происходит. Ничего не кричат. Ничего не требуют. Это, видимо, связано с грядущими выборами. Будет второй тур в это воскресенье. И здесь очень много портретов кандидатов. Наверное, политическая какая-то история. Продолжение следует... И вот так, продвигаясь по красивым европейским улочкам, мы дошли до Конгресса. Мы здесь первый раз. И эту красивую площадь перед зданием Конгресса мы тоже видим впервые. Очень симпатично, как нам кажется. Ребята, приветствую вас. У нас сегодня суббота. И мы решили провести ее максимально интересно. Мы решили съездить в пригород. Пригород Буэнос-Айреса. Очень красивый. Самый красивый и невероятно рациональный по построению город. Называется он Ла Плата. Для начала у нас закончились деньги в местной валюте. У нас был резерв в долларах. Мы сейчас пойдем поменяем, чтобы нам точно хватило. И дальше добираемся уже на перекладных до вокзала. Там на поезде до Ла Платы. Путешествие наше будет один день. Но займет оно, скорее всего, полный день. Потому что только дорога в одну сторону выйдет не менее часа. Стартуем. Погнали. Посмотрим, что за место. В общем, в китайском квартале мне поменяли по 900. Хотя в Телеграме, там, где, откуда мне обычно привозят, домой прямо. 940. То есть 940 песо за 1 доллар. И поменяв 100 долларов, я потерял, ну, 400 рублей, получается, да? 4 доллара. Вот. Но зато здесь и сейчас. Иначе мне пришлось бы полдня ждать этих доставщиков. Это наш любимый Пельграна-С. Это станция электрички. И здесь такой транспортный хаб. Ну, тут очень много автобусов останавливается. У некоторых конечная. Вот мы на одном из них сейчас и поедем. Ребят, мы доехали до вокзала. Это не Ретиру вокзал. Это другой. Плаза Конституцион. Все, мы на вокзале. Карточкой Суба расплатились. Ну, точнее, через турникет прошли. Садимся на поезд. Ну, все, добрались. За час десять мы доехали. Ну, конечно, вагон, прям скажем, старенький и ушатанный. Но я так понял, что это один из самых удобных способов добраться. Пошли изучать город. Да, ребят, первые впечатления такие. Если Буэнос-Айрес очень похож на Европу, то здесь мы попали конкретно в Латинскую Америку. Очень сильно отличается вообще весь колорит, люди, архитектура. Ну, это прям вообще другой мир. Будем его познавать. Да, господа, этот район очень напоминает Уралмаш в Екатеринбурге. Такая же аллейка посреди района. Такие же качельки детские. Очень похожи на самом деле. Но только с латиноамериканским таким привкусом. В целом, как дома. Ну, а пока идем в центр от вокзала, расскажу вам, что доехали мы за 40 песо. Это 4 рубля примерно. Мы по городу дороже передвигаемся, чем час десять ехали в другой город. Очень надеемся, что эта поездка будет оправдана, и мы здесь действительно увидим что-то красивое. По крайней мере, отзывы об этом городке есть очень хорошие. Ну, вслед за Министерством безопасности по этой же улице резиденция губернатора, как я понял, провинции Буэнос-Айрес, и парк рядом с ней. И по этой же улице мы проходим Большой театр Аргентина. Я не знаю, действующий ли он, но выглядит он вполне себе хорошо, ухоженно. Наверное, да. Здесь раз, два, три, четыре, пять больших этажей. Почти что все основные достопримечательности мы уже увидели. Самое главное осталось, конечно же, впереди. Это большой, красивый готический собор. Пока мы смотрели по карте достопримечательности, мы вот что увидели, что Ла Плата просто уникальный город. Такое ощущение, что его отрисовали в каком-то компьютерном градостроительном симуляторе, в какой-то игре. Он просто настолько ровно и четко выполнен, что видно, как идут маленькие улочки, авеню, прямые, перпендикулярные, параллельные, диагональные, маленькие парки на равноудаленном расстоянии. Просто вверх перфекционизма. Ну, посмотрите, это прям красиво выглядит, правда? А вот как выглядит город Строна. Ну, правда, красотища, да? Это самое большое религиозное здание в Аргентине. И выполнили его по эскизам, так скажем, французских и немецких соборов. Красота! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ну что собор мы посмотрели собор был большой красивый культурной пищи нам на сегодня достаточно надо пойти попробовать пищи вкусные где-нибудь в кафе потому что времени уже четыре часа а мы только завтракали рано утром и сейчас перекусим и будем выдвигаться в обратную сторону дорога настолько же длинная будет забавно получается большинство заведений в лаплате работают 7 8 вечера и ну тут поесть целая проблема в итоге мы решили не терять время купили сэндвич с собой и поедим уже в поезде идем на автобус и едем до вокзала поезда ходят раз в полчаса у нас до ближайшего осталось 15 минут мы очень хотим успеть поэтому решили не ждать автобус заказать такси быстренько туда доехать чтобы не торчать полчаса на вокзале в не очень приятном районе с не очень приятным контингентом вот тем более особо даже сидеть там негде а дальше ну по-любому захочется где-то присесть отдохнуть поэтому надо успеть вызвали такси убер все водитель уже мчит за нами мы коротыши успели мы летели на такси подъехали к вокзалу за две минуты до отправления и даже быстро сейчас не ходит но успели 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 буквально за минуту до отправления зашли иначе пришлось бы хочется ждать ты нормально нормально все так близко ну хорошо ну в общем по итогу городок собор красивый все остальное такое не то чтобы плохо просто нет чего-то такого яркого кроме вот этого собора поэтому действительно сюда можно приехать часа на два погулять и уехать назад а в целом место хорошее то есть чтобы провести выходной день не факт может мы просто ходили по каким-то улочкам каким-то узеньким улочкам когда на такси ехали там нормальный ну там было больше похоже на город с кафе с всякими магазинами но это и в буэнос-айресе есть а вот чтобы что-то уникальное ну это собор собор прекрасен и государственные вот эти здания тоже целом хорошо нам понравилось я ни в коем случае не жалею что мы поехали мы отлично провели время давить привет у нас сегодня воскресенье во первых день выборов второй тур выборы президента аргентины во вторых у меня сегодня курс по вокалу дашь осталась дома я поехал в центр сегодня мы занимаемся в парке будут все будет гоша сегодня после этого курса мы еще пойдем здесь же рядом на джеймс сейшин там где будут играть на инструментах все кто хочет так что интересный хороший летний воскресный день здрасте ребята привет 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 уже вас идет о видеоблог уже вас идет привет сейчас я дома уже ну в серии ближайшее время мать мы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше музыкальная программа продолжается. Если что, вы можете пойти к Насте, мы идем дальше. Зашли Гоша в его роскошные апартаменты. На самом деле зашли взять вещички, сходить в туалет после долгого пения в парке. Вот, и собираемся выдвинуться дальше. Там музыкальный джем сейшн. Там будет все бьютифул. И, конечно же, интересен. Так что берем вещи и стартуем. У Гоша на лифте можно спуститься прямо в гараж и мотоцикл где-то там. Давай. Опа-опа-опа-опа. Так. Нормально. А он в подвал уезжает, да? Ну, здесь, да. Прикольно. Так приходишь, а машина, которая стояла, больше нет. Вот, прикольно, знаешь, бывает, когда вот здесь мы его хотя бы увидели, а когда я паркуюсь внизу, и она вот так вот опущена, я прихожу просто, мотика нет. Такой, что? Не понял. Где мой мотоцикл? Удобно сделано, кстати, вообще. Но наш замысел с катанием на мотоцикле тут же буквально обломался, потому что... Потому что у Гоши разбомбили ворота. Вон они. Все в трещинах. Не знаю, каким чудом жило стекло. Но ворота прям погнуло. То ли кто-то не заметил, то ли нарочно, я не знаю. Но, в общем, сейчас ворота погнулись, и они не открываются. И не выехать. Все. Да, но как итог, катания на мотоцикле сегодня не будет. Увы. Ну, а продолжился наш день джемсейшеном. Ребята играют на гитаре. И не только. В общем, отдыхают на полянке. Вот так на поляночке. Красиво. Хорошо выглядит. Я как раз плед взял. Не знаю. Вот так на поляночке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok